Сколько еще ты готов издеваться над своей жизнью? Сколько еще времени ты готов терпеть вот эти страдания, вот это разочарование, вот эти свои неудачи, предательства? Сколько времени ты будешь издеваться над собой и делать вид, что ничего не происходит, что все хорошо, все нормально? Сколько времени ты будешь продолжать обманывать себя? Скажи, а вот это идут, и с каждым годом поверить в себя все сложнее и сложнее. И представляешь, вот все твои действия, все твои начинания, они начинаются с сомнений. Ты начинаешь сомневаться, потому что ты не уверен в себе, потому что у тебя есть страхи, Потому что то, что ты уже делал, оно тебя никуда не привело. И вот именно поэтому ты продолжаешь сомневаться. И с каждым годом, время когда идет, ты сомневаешься все больше и больше. И поверить в себя уже практически невозможно. И даже когда ты пытаешься обмануть себя и поверить в себя, то это всего лишь обман, ну, само наебалово. И вот на этом обмане ты пытаешься строить свою жизнь. Ты пытаешься делать какой-то бизнес, ты пытаешься делать какие-то действия, ты пытаешься зарабатывать деньги. Понимаешь? А как можно делать то, что приносит деньги, если ты в себе сомневаешься? Если ты не уверен в себе, если ты себя предаешь? Как можно зарабатывать деньги, как можно делать что-то хорошее, что-то полезное, если ты даже не получаешь удовольствие от жизни, если ты мучаешься и страдаешь? Ну, представь, да? Человек мучается и страдает. Какой товар или услугу он может сделать в этом мире, если он находится в мучении? У него внутреннее состояние, это состояние мучений, переживаний и страданий. Что ты сможешь дать этому меру? То, что у тебя находится внутри. Сколько времени ты еще будешь дрюкать себя в мозг в свой собственный и издеваться над своей жизнью? Хочу напомнить, что жизнь у тебя одна, единственная. И очень скоро она закончится, а рано или поздно она закончится. И дерево, из которого сделают твой гроб, представляешь, оно уже растет. Да, оно уже растет и очень скоро его даже могут срубить, сделать из него досочкой. А ты так и будешь обвинять всех, говорить, что все вокруг виноваты. Это не я, это все они, козлы и вонючки, меня предали, кинули, обманули. И я вообще святой человек, у меня все хорошо. Как долго ты еще готов обманывать себя? Вот пока ты живешь вот такой жизнью, то очень скоро ты просто приведешь себя к разбитому корыту. И будешь потом сидеть около этого разбитого корыта, смотреть назад на ту жизнь, которую ты провел, на ту никчемную жизнь, плакать крокодильными слезами. И тебе захочется, знаешь как, вот, ну просто провалиться на месте, чтобы не помнить всего этого, что ты с собой совершил. Тебе захочется самозабаниться, самоистребиться. То есть, ну, вообще, не быть, не помнить, не жить, не существовать. Представляешь, что ты с собой сделал? Ты подумай, что время летит очень быстро, и годы они пролетают. И с каждым годом все сложнее и сложнее. Будет что-то сделать, к чему-то прийти, получить какие-то результаты. Понимаешь? Поэтому, для того, чтобы нормально начать жить, для того, чтобы нормально получать результаты в своей жизни, тебе нужно менять себя. И в первую очередь, тебе нужно начать менять свое мышление. Потому что, пока ты не поменяешь мышление, ты так и будешь смотреть на свою жизнь через вот эту призму искривленных своих убеждений. И именно они, эти убеждения, именно страхи, именно сомнения, они не дают тебе двигаться вперед. Ты даже не понимаешь и не осознаешь, как это работает, как это происходит в твоей голове, какие мыслительные процессы происходят у тебя в голове, что ты, ну, просто ничтожество, понимаешь? И вот, когда ты начнешь менять это, когда ты начнешь работать над собой, тогда твоя жизнь начнет меняться. Для того, чтобы это сделать, тебе нужно перейти в шапку профиля, записаться на консультацию. И я объясню и расскажу тебе, где у тебя эти проблемы, откуда они взялись, как они влияют на твою жизнь, почему именно ты не можешь получить те результаты, которые хочешь, почему именно ты в себе сомневаешься, почему именно ты боишься, и почему именно ты не действуешь. И вот, когда ты это поймешь, когда ты это осознаешь, тогда твое мышление изменится. И мысли, которые у тебя будут появляться, они будут совсем другие. Соответственно, если ты имеешь другие мысли, тогда ты будешь действовать по-другому, и у тебя будет другой результат. Поэтому продолжай тупить, продолжай страдать, продолжай мучиться, продолжай сомневаться, продолжай бояться. А если ты все-таки уже устал себя сношать, если ты уже устал издеваться над собой, если ты устал, что вот эта твоя единственная жизнь имеет тебя в полной программе, и ты хочешь это изменить, тогда welcome.